Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очень простую нимфу, которая хорошо работает именно сейчас. Да, не только сейчас, практически она работает почти всегда, но сейчас она очень актуальна по красноперке, уклейке, густере, не брезвует и лещ, плотва точно так же. Поэтому давайте мы приступим, я в процессе вам буду рассказывать. Крючок я взял, можно использовать, значит, Камасан в серии 400 или сотка, номер 16. Я взял Гамакадсу в серии F11, F16, тоже номер 16, и огрузил двухмиллиметровой вольфрамовой бусинкой. Нить я взял, ту, которую мы распускали, тесьму оранжевого цвета, так как часть нашей нимфы будет изготавливаться из таких вызывающих ярких цветов. Значит, хвостик должен равняться, как вы видите, приблизительно почти нашему телу до грудки. И теперь мы начинаем крепить материалы. Если вот я специально вам показал, у вас нет вот такого красного голографического люрекса, можно красной ниткой или же вот как у меня оранжевой ниткой изготовить заднюю часть нашей нимфы. Подхватываем наш люрекс аккуратно и доводим почти до нашего хвостика. Нить вот такими витками уводим к шарику. Значит, теперь нам необходимо для того, чтобы более качественно все это держалось, совсем немножечко капельку нанести клея на место крепления нашего люрекса. И теперь остается нам выбрать тот угол, которым мы будем выполнять обмотку. Значит, что касается хвостик, нам необходимо вот так приподнять. Промотали сзади хвостика один раз пару. Это вы уже выберете для себя, сколько вам будет достаточно. Так, чтобы у нас хвостик как бы шел из самого люрекса. Если у нас идет виток на виток или слегка скомканно, это не страшно, мы потом все равно с вами это все вскроем лаком. Небольшой капелькой. Значит, приблизительно, ну, может быть, миллиметра полтора-два больше нам нежелательно. Уводим вот так немножко вперед, убираем нашу нить на место. И теперь закрепим уже окончательно наш люрекс. Мы с вами удалили красный наш голографический люрекс. Я закрепил вот такой флюоресцентный. Все материалы такие яркие, флюоресцентные. Нитку из нашей тесьмы. И закрепил все тот же люрекс, который я неоднократно показываю вам в фильмах. Чтобы он более-менее у меня был соизмерим с моим телом для сегментации, я его слегка потянул. Как обычно, как я вам уже неоднократно рассказывал. И теперь мы начинаем вот такими вот движениями аккуратно формировать тело. Если необходимо, значит, можно один, два, три раза. Сколько необходимо, столько и пройти по месту обмотки. И выполним, не доходя буквально один миллиметр до шарика. Ну и, естественно, просегментируем. Вот, друзья мои, как вы видите, мы изготовили вот такое тело. Теперь нам с вами понадобится, как я уже неоднократно вам показывал, вот такой лак-клей. Или же, если у вас есть, допустим, биг-бонд или клей для вейдерсов, который я неоднократно вам показывал и использовал, можно использовать его совсем-совсем немножко. Стараемся не увеличить наше тело с помощью лака. Нанесем так, чтобы у нас произошла только лишь-только лишь небольшая пропитка. Вот, приблизительно вот так. И теперь, как вы видите, дадим немножко осета впитаться, подсохнуть нашему лаку. И теперь мы с вами должны подготовить перышко павлина и перо для опушки. Вот, друзья мои, как вы видите, тело у нас уже готово. Теперь, что нам необходимо? Взять то перышко, которое мы подготовили, павлина. Как я уже неоднократно показывал, я потянул вот за эту часть, она оторвалась. И больше нам подрезать ничего не надо. Крепим ее у шарика. Желательно промотать пару миллиметров вот так, чтобы заходило на наше тело. Вот столько будет достаточно. И мы сразу с вами закрепим перо. Вот я нашел такое, оно не очень хорошее. Для сухих мушек годится только лишь вот оставшаяся часть из скальпа. Вернее, из седла петуха. А эта часть достаточно мягкая. Поэтому я беру, вставляю вот так в шарик, чтобы более качественно держалось мое перо. И увожу его, замочком переламываю, не нарушая направление обородок, вот так к шарику, как вы видите. Теперь нам необходимо, ну вот сколько мы с вами, друзья, выберем, как вы сами захотите, это уже не столь принципиально. Вот так, одна треть нашего тела должна вот так быть изготовлена грудочка из вот такого пера. Не переживайте, если вот так выходит немножко скомканно, потому что в процессе рыбалки все перышки потом у нас подровняются. Подхватили наше перо. Нитку, как вы видите, я тоже поменял на более темную. Удаляем теперь нашего павлина. И переходим теперь к нашей опушке. Значит, что касается опушки. Значит, я буду выполнять ее. Чтобы вам было более так понятно. Опять переламываю перышко. И теперь, как вы видите, вот я его загнал опять к нашей грудке. За счет этого у нас достаточно хорошо оно будет держаться. Ну и в то же время мы начинаем выполнять обмотку с того места, где нам необходимо. Два-три оборота будет вполне достаточно. Доходим до нашего шарика. Выполним один полный оборот. И здесь уже можем окончательно с вами закрепить. Теперь аккуратненько уводим все оборотки назад. Выполню пару-тройку оборотов. Так, чтобы следим. Не вышло у нас жабо. Берем наш клей, который я уже неоднократно вам показывал. И чтобы не нагромождать материалы, я обычно промазываю немножечко нитку клеем. Опять слегка увлажнили пальцы, увели наши бородки назад. И теперь уже окончательно здесь выполним завершающий узел. Удалили нить. Удаляем теперь наше перышко. И наша вот такая незатейливая и нимфа, и мокрая мушка готова к работе. Скажу сразу, от величины опушки практически не зависит, меньше вы или больше выполните. Поэтому самое главное подобрать вот цвет тела, потому что раздражающим элементом является наш красный люрекс. Немножечко тело, которое выглядывает. Ну и опять же в процессе работы, как вы видите, будут работать наши бородки. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.